Я канал завел чисто для себя и для своей семьи. Ну, вот такие мы эгоисты, да? Всем доброе утро! Деток отвез. И сейчас хочу съездить, посмотреть в другом детском развлекательном центре цены на праздник для ребенка. Сравним цены, съезжу, посмотрю что-то как. Ну что, там у нас мы считали около 200 долларов получится от праздного день рождения. Сейчас посмотрим в другом заведении, сколько там получится. Пока стою на перекрестке. Вернее, на переезде. В общем, поеду, сравню с ценами, как там, что мы там Даши праздновали. В принципе, было неплохо, за исключением того, что дети разбегаются. Площадь большая, помещение, и дети очень-очень разбегаются, и аниматорами сложно собрать. В отличие в вчерашнем заведении, где мы уже тоже были, там помещение маленькое, игровая зона довольно комфортная, и дети всегда под присмотром. Так что, если цены одинаковые, то мы все-таки оставимся во вчерашнем заведении. Если будет намного дешевле, то, конечно, поедем в то заведение. Так что, сейчас покажу, поснимаю. Приехал торговый центр, а он закрыт. Но я как-то не подрасчитал. Детей отвез, сразу поехал. А что тут ехать? Ехать недолго, а он еще закрыт. Будем ждать. Зато красиво здесь. Тепло сегодня. Природа классная. Вот там он находится, салон, автомобильный салон, но БУ авто не новых, а БУ американский, чисто американский салон. Даже флаги вон висят все. Все америкосовские. А то вообще красиво здесь. Так что, сейчас дождусь открытия. Пойду узнаю цены. Ну и будет, будет с чем сравнить. В конце, в конце видео я расскажу, что по ценам. И в конце видео расскажу, вообще, чем я занимаюсь. Кто я такой, как сюда переехал, вы уже знаете. Но, в конце видео расскажу, чем я еще занимаюсь, кроме интернет-магазина. Так что, обязательно дождитесь, я вам расскажу про это. Тоже приехал сюда. А тут, какая-то профилактика. Мне показали, минут через 15-20 только откроют. Так что, заказал кофе. Сейчас попью кофе в КФС. и пойдем узнаем, сколько, сколько тут будет стоить празднование. Но, тут мне что-то больше нравится. Тут зал побольше. Но, то, что дети разбегаются, в общем, когда ты платишь за аниматора, а аниматор их не может собрать, то это, конечно, печально. Хотелось бы, чтобы аниматор с ними поигрался, и им бы было повеселее. Ну, посмотрим. Сейчас узнаем цену, потом дома с женой обсудим, и решим, что лучше, и куда мы поедем. Ну, собственно, что, сходил я туда, сходил я в Ридер, детский развлекательный комплекс. По ценам, но, еще раз доказывает то, что в Польше все стараются держать цену одинаково. Нету такого демпинга, никто друг друга не перебивает, цену не занижает, и все такое. Цена, в принципе, одинаковая. Смотрите, допустим, мы, Даша, брали вот эту часть, вот эту штуку, 45 злотых, 42 злотых, на выходные. Буден день дешевле, конечно. Что мы получаем? Мы получаем 2 часа день рождения, сладкий стол, это напои по 300 грамм на человека, чипсы какие-то, печенька, конфетки и аниматор. С ними играется развлекательная программа аниматора. То есть, ну вот это я не вижу смысла заказывать, потому что дети не будут есть там все такое. Первый пакет это вообще без аниматора, просто есть опекун, который за ними следит. Что здесь получается? Минимально 8 человек, 8 на 42, там 330 с копейкой получается. Но, здесь еще нужно заплатить за торт. То есть, если мы вносим свой торт, то мы должны заплатить 30 злотых. Вот так вот. Итого получается 360, но это 370. В принципе, вчера мы узнавали в том, в том кафе детском. Там оно не только детское, там тоже около там 360 будет, что-то вроде того. Так что, нету, в принципе, разницы. Здесь только разница по внутренним ощущениям. Просто, смотрите, еще раз расскажу, почему, почему мы все-таки предпочтение отдаем тому кафе, потому что там все-таки помещение меньше. И аниматоры в полной мере с ними 2 часа поиграются. Там очень развлекательная программа хорошая. Да, зал не такой большой, как здесь. Вот здесь он огромный. Но и здесь минус, потому что дети теряются. Если мы сами приходим, это отлично. Детей можно оставить и 2 часа они бегают только воду пить. 2 часа про них можно не вспоминать. Водички попили и побежали бегать на всяких там развлекательных штуках. А если день рождения, то хотелось бы, конечно, чтобы с ребенком аниматоры поработал и поигрался с ними и сделал им классную такую программу, которая останется у них в памяти. и поигрался с ним. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! и поигрался с ним Мой знакомый вчера мы с ним общались, я завел влог, ютуб-канал, рассказываю про жизнь в Польше. Он говорит, да, ну это ты, скорее всего, завел влог, чтобы потом барыжить рабочими местами, там, приглашать людей, Там посредством заниматься Когда канал будет популярный Ребят, я официально заявляю Что канал Смотрите, давайте я поясню Я канал завел чисто для себя И для своей семьи Ну, такие мы эгоисты, да Если вам интересно, вы смотрите нас Задаете вопросы, я отвечаю там По квартирам, по машинам, по жилью То есть, стараюсь отвечать на все комментарии И буду отвечать на все комментарии Буду стараться отвечать на все комментарии Но никакого там Кумовства, посредчества И прочих таких каких-то Рекламных рекомендаций Я давать не буду У меня будут обзоры компаний Услуг, допустим, те же пиццерии Если пиццу привезут плохую То я скажу, пицца говно Если привезут хорошую, я скажу, хорошая пицца В принципе, можно кушать То опять это все на любителей Второй момент, я не буду Допустим, специально Как бы на камеру рассказывать, что Компания хорошая, которая там Какие-то услуги оказывает А на самом деле она будет дерьмовая Такого тоже не будет Если она дерьмова, я и скажу, что Компания дерьмовая оказала услуги Если человек, который что-то мне Юридическую услугу или Какую-либо другую услугу будет оказывать Если это будет хреново Я скажу, ребята, не обращайтесь Это хреново вот этот человек Ну а если же компания действительно В которой я обратился Оказала мне хорошую услугу Качественно, то я про это честно расскажу Скажу, что вот компания Искренне рекомендую И дам на них ссылочку То есть канал создавался не для того Чтобы бабла на нем срубить Или заниматься Привозом людей на работу Или еще чем-то Нет, это чисто для себя Для семейного архива Потому что очень много всего происходит И хочется это все запечатлеть Для истории, для своих же детей Для внуков А если вы смотрите Ну окей, хорошо Нам очень будет приятно Если вы будете смотреть Оставлять комментарии Подписываться А так это не будет чисто канал Который там барыжит чем-то Есть такие каналы Не будем называть их Так что Вот мое такое официальное заявление Что канал Он не будет барыжить А будет давать честные обзоры На тех или иных людей На услуги На пиццерии На рестораны На интернет На мобильную связь То есть То, с чем я сталкиваюсь Каждый день Вот и все То есть Если Есть какие-то вопросы Обязательно пишите в комментариях И я буду стараться На них отвечать каждый день Без проблем У меня влог выходит каждый день И я буду стараться Заходить вечером И отвечать на ваши комментарии Так что Пишите Как обещал Давайте расскажу Чем я еще занимаюсь Кроме продажи товаров Через интернет То есть Интернет-магазины Одностраничные сайты В общем продажи товаров Кстати Это не основной Не основной Вид деятельности И от продаж товаров Это не основной доход Мы с командой У меня еще есть команда Помощников Специалистов Мы занимаемся Маркетингом То есть Мы оказываем Консалтинговые услуги Маркетинговые услуги Услуги полного цикла То есть Помогаем клиентам Увеличивать прибыль За счет Сложных систем продаж Воронок Маркетинговых технологий Мэйл рассылок То есть Очень-очень много Всего там есть Очень много составляющих Ну в общем Помогаем Увеличивать Прибыль Также мы Создаем Одностраничные сайты Интернет-магазины Под ключ Настраиваем рекламу Ведем рекламу Социальные сети Что еще мы делаем На самом деле Очень много разных услуг Подключаем СРМ-системы Я полный список Того что мы делаем Я выложу Под этим видео Кому интересно Ну Ознакомиться Если что-то Вам будет интересно То напишите Консультация у меня Всегда бесплатна По любому вопросу Без проблем Могу по скайпу Вас проконсультировать Ну и пообщаться Так что Без проблем И вот Вот этим я и занимаюсь Я бы этим мог заниматься В любой другой стране Потому что Все это удаленно Все это Через интернет Так что Мне все равно В общем куда ехать И этим заниматься Так же и онлайн бизнесом Я могу этим заниматься В любой другой стране Почему выбрал Польшу Ну я уже в одном видео Говорил что Для меня это Очень Ну интересная страна Схожа с моей страной С культурой Украинской Плюс Территориально Ближе К дому К Украине Потому что У меня все таки Еще там Родные Близкие Живут Ну и Не знаю Ну очень Очень В принципе Мне понравилась Польша Еда здесь Очень вкусная И Насколько я помню Здесь Цены на продукты Самые дешевые По всей Европе Так что Можно В прошлом видео Я показывал Что можно купить На 100 злотых Если не смотрели В конце Там Сейчас Появится В конце Ссылочка На этот ролик Так что Если кто не смотрел Захотите Смотрите Довольно Интересно Получилось